Здравствуйте! В сегодняшнем госте нашей программы является президент холдинга DVI Вячеслав Каменский. И мы поговорим о том, насколько кризис влияет на формат торговли, не откатываемся ли мы обратно в 90-е годы, и как устраивать свои отношения с инвесторами. Вячеслав, здравствуйте! Здравствуйте! Вячеслав, скажите, пожалуйста, что происходит сейчас с вашими проектами? Вы их достраиваете, замораживаете или полностью реструктуризируете? На сегодняшний день в такой тяжелой ситуации, конечно, наверное, как и многие компании, мы существующие проекты достраиваем, действующие проекты мы стараемся удержать с точки зрения доходности в том же состоянии или сильно, чтобы они не упали. А новые проекты мы все заморозили. Вы достраиваете, у вас есть средства? Да, в связи с тем, что мы начали проекты уже достаточно давно, два года, полтора года назад, все проекты у нас закредитованы. То есть мы получили под них кредитные средства в Сбербанке. И на сегодняшний день Сбербанк очень качественно выполняет все свои обязательства. И, соответственно, на эти деньги мы достраиваем наши объекты. Арендаторы просят опустить ставки. Вы, как люди, как компания, точнее, которая взяли кредит и должна свои обязательства держать. На вас сказывается как раз-таки вот эта ситуация того, что вы не можете дать дисконт своим арендаторам? Да, на сегодняшний день ситуация, действительно, все арендаторы просят дисконта. И, в принципе, это обсуждается со всеми. Но тут как бы проблема даже не в том, что можем мы дать или не можем. Если ты не даешь арендатору дисконт, он перестает платить или вообще съезжает. Так, а если у вас кредитные обязательства, вы не выплатили эту сумму, то, в принципе, какая разница, вы ее выплачиваете или не выплачиваете? Вы ее не можете выплатить? Вам дали 10 рублей, а вам нужно 20. Не можете же. Во-первых, мы закредитованы в основном в рублях. То есть доля валютных кредитов у нас очень маленькая. В связи с этим мы фиксируем со многими арендаторами, у нас зафиксированы курсы в рублях. Если у нас где-то были долларовые, то мы идем все-таки на снижение и на фиксацию в рублях. Это выгодно арендаторам. Во-первых, за это они держатся. Во-вторых, уже поскольку торговые центры существующие работают давно, то и количество покупателей там не падает. Возможно, немножко падают обороты, но при этом все равно выручки у арендаторов достаточно высокие. Откуда вы это знаете? Мы проводим исследования, общаемся с арендаторами, смотрим по потокам посетителей. У нас есть свои магазины, по которым мы сравниваем, кинотеатры и так далее. Конечно, рассматриваем одну из стратегий компании, как если выручка упадет. И в случае, если у нас идет падение выручки по торговому центру, мы стараемся договориться со Сбербанком об отсрочке оплаты, например, основного долга. То есть платим проценты, но минимизируем выплаты по основному долгу. Это немножко дает нам некую возможность, то есть некий такой люфт. О проектах, которые еще не достроены, что с ними вы предполагаете делать? На сегодняшний день спрогнозировать заполняемость площадей невозможно. Если, скажем, Екатеринбург у нас сейчас заполнен на 48%, может быть заполнен. То есть мы хотим добиться заполняемости, кого открытию на 60% минимум. То как это будет в реальности, пока никто спрогнозировать не может. Все арендаторы подтверждают готовность выходить на ремонт, все они готовы. Но при этом действительно ли оправдаются наши ожидания, непонятно. То есть это будет ясно где-то к лету в связи с экономической ситуацией, ситуацией с банками, с арендаторами и так далее. То есть поменять концепцию вы можете? Мы можем поменять концепцию, то есть в принципе мы очень гибкие. Я знаю просто много примеров, когда, скажем, владельцы торговых центров стараются заполнить, например, из четырех только первые два этажа. То есть всех арендаторов опускают с четвертого, с третьего, например, на первый и второй этаж. Открывают два этажа, остальные этажи закрывают. И как бы это работает. Это в принципе тоже один из вариантов стратегии, которую мы рассматриваем. Вы все свои проекты имеете за пределами Москвы. В Москве всего лишь один бизнес-центр. Почему это были регионы изначально? Почему вы выбрали такую стратегию? Ну, изначально мы выбрали, потому что мы были такими маленькими и очень начинающими бизнесменами, непосредственно я, и не было денег такого количества. Условия, которые предоставляла Москва для покупки площадок, были для нас неподъемными. А сейчас вы не ощущаете вот этого влияния кризиса в регионах? Ведь там выражается сильнее. Мне кажется, кризис выражается сильнее сейчас в Москве. Почему? Ну, во всяком случае, на новые проекты. Или как бы на проекты, которые... Ну, вот в офисной недвижимости это очень явно сказывается. Да, когда просто этажами выезжают арендаторы из дорогих бизнес-центров, более дешевые. Мы находимся в неком менее рисковом поясе. И об этом говорит и аналитика Сбербанка, и прогнозы по нам. Их прогнозы по нам и так далее. Поэтому с точки зрения регионов, в любом случае, они будут развиваться. Города, которые у нас сейчас есть, они очень, скажем так, они менее пострадавшие, наверное, от кризиса на сегодняшний день. То есть это Екатеринбург, Пермь, Ижевск. Вячеслав, вы немного затронули вопрос того, что все-таки немного концепции формата торговых комплексов и вообще в принципе ритейла будет меняться в связи с тем, если невозможно будет сдать площади. Вот вы нас, так скажем, находясь в этой ситуации, что вы именно видите, что вы предполагаете, как будет меняться? И может быть это нас ведет назад или это нас ведет вперед, наоборот, по развитию нашему? Вот как вы видите эту ситуацию? Меняются форматы, вообще мир поменялся, экономика поменялась, представление людей об экономике, о том, что нужно поменялось. Поэтому говорить о том, как это будет в будущем сложно, но все однозначно понимают, что точно не так, как сегодня. И это затронет прежде всего инвестиционные проекты будущие. То есть если мы раньше, например, шли от рынков к торговым центрам и говорили, что сейчас все рынки будут вытеснены торговыми центрами, то сейчас как бы произошло немножко обратное, что уже многие, наоборот, задумываются о том, что они начинают ли строить рынки, привлекать мелких предпринимателей, частных предпринимателей на торговлю. То есть мы в какой-то степени откатываемся назад? Ну получается, да, что мы с 2000 года стремились к тому, чтобы перейти от рынка в торговые центры, возможно, частично мы откатимся назад. Но при этом многие девелоперы, купившие землю так же, как и мы, рассматривают какие-то новые форматы инвестиционных проектов. Один из них, например, это, скажем так, совмещенные проекты. То есть если раньше говорили о том, чтобы построить только, например, офисную недвижимость в большем объеме, то сейчас говорят о смешанных проектах. Безопаснее строить не один объект, который нужно заполнить на 150 тысяч квадратных метров, а смешанный объект, который можно строить частями, некоторыми кусочками, например, построил жилье, продал. Если сейчас жилье начинает быть востребовано. Построил там объект инфраструктуры, продал или сдал в аренду, тоже востребовано. То есть это как раз таки то, к чему сейчас вынуждает этот кризис? Да, это одна из ситуаций, которые кризис вынуждает. То есть когда мы не знаем, что будет дальше и что будет востребовано, мы стараемся быть готовым к разным вариантам развития событий. Все понятно, Вячеслав, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Напоминаю, что гостем в студии был президент холдинга DVI Вячеслав Каминский. Вопросы ему и свои комментарии вы можете оставить на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!